МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уголовники из самых громких криминальных дел последнего десятилетия один за другим покидают тюремные камеры. Вы знаете всех их в лицо и видите по телевизору. Но вы даже не представляете, что вместе с ними по-тихому выходят сотни тысяч малоизвестных насильников и убийц. Например, уже стучится на свободу убийца Виталия Разводовского. Фотографа зарезали в конце 2011 года. 19 ножевых ранений. Но вместо 13 лет тюрьмы изверхубийца может освободиться через два года. Участники этого страшного злочин, они на волю. В Николаеве уже выпустили на волю пожизненно заключенного киллера Владимира Шпинду. А в Винницкой области едва освобожденный маньяк даже успел убить и изнасиловать двух женщин. Список можно продолжать, но причина массовых освобождений останется. Преждевременно выпускать преступников на волю разрешает так называемый закон Савченко. Автором этого закона была не только летчица, а депутаты Кожемякин, Крулько, Паламарчук, Емец и Осуховский. Но в народе прижилось название «закон Савченко». По мнению авторов, закон должен существенно помочь людям под стражей, поскольку жизнь в СИЗО сложнее, чем на тюремных нарах. Но на практике этот закон стал причиной спекуляции, а адвокаты разработали целую схему, как выбивать в суде в кое-меньший срок для своих подзащитных. Последствия налицо. Уровень преступности в Украине за последнее время вырос почти на 10%, то есть более чем на 5000 преступлений. Смотрите прямо сейчас. Закон Савченко. Другая сторона. Их задержание видели все украинцы. Но они до сих пор называют себя невиновными. Справа такие сфальсификованы. Даже слепому уже было ясно, что все, кто соприкасался с этим делом, что он полностью сфабриковано. С них смеялись. Кто копейками, кто гривнями, кто долларом. Им завидовали и чувствовали отвращение. Их лишили власти и денег. Пробывающий на посаде, у него уже отпрацовался статус царя. А вместо почёта и славы. Всех этих людей отправили за решетку. Но вместо многих годов тюрьмы самые скандальные узники Украины один за другим выходят на свободу. Акордеонист Игорь Завадзький вышел из вязницы экс-нардепа Лозинского выпустить дочасно. Откуда такая любовь к подозреваемым в преступности? Кому этот закон больше на руку? Лживо обвиненным или же реальным бандитам? А также, кто следующий из скандальных украинских узников может выйти на свободу? И почему закон Савченко так легко дурачить? Итак, закон Савченко официально закон Украины номер 3413. Из Верховной Рады по комитетам. А дальше на подпись к президенту. Итого почти 10 кругов бюрократии всего за месяц. Удивительно быстро для украинских законодателей. Закон уникальный не только по быстроте утверждения, но и по своей структуре. Всего две страницы, а четыре. А самый интересный пункт и вовсе одно предложение. Простыми словами, один день в СИЗО списывают за два дня в тюрьме. Немыслимая гуманность. Как результат, за полгода благодаря этому закону на свободу вышло более 6 тысяч заключенных, среди которых 800 убийц. Поясняют все это очень просто. Мол, нужно разгрузить отечественное СИЗО, что должно улучшить условия пребывания. Чиновники, люди культуры и шарлатаны. Эшелон освобожденных возглавили самые знаменитые узники. Экс-нардеп Лазинский, аккордеонист Игорь Завадский, знаменитый доктор Пис Люсарчук, а также судья Зварич. Еще 8 лет назад он носил судейскую мантию, решал серьезные дела и вел себя как бог. Пробывающий на посаде, у него уже выпрацевался статус царя. Ну а сейчас он, как все, стоит в очереди, ходит в поношенной кожанке и ездит на старенькой Мазде 6. А зарабатывает этот человек, не поверите, написанием книг. Мы сегодня представляем новую книгу Игоря Зварича, которая называется «Банановая правосудие в Украине» и вышла на третья эта книга. Конечно же, все это о Игоре Звариче, самым известном в Украине суде. А после этой фразы... Он стал еще и самым известным «Калядником». В 2008-м у Зварича, тогда главы апелляционного суда Львова, провели обыски. В кабинете судей обнаружили почти 10 тысяч долларов. А дома у Зварича альфовцы нашли целый клад. Почти 2 миллиона зеленых. Потом судья скажет, что миллионы из дома – это были деньги на ремонт. Я позичил около 1 миллиона 900 тысяч долларов в коллеге. Позикаю договором. Прямо на столе, у меня в квартире лежал зошит, где чітко было написано, на какие будильные работы, кому, коли, какая сумма грошей выделяется. Ну а сумма в кабинете осталась от щедрых посевальников. Засеювати новый кабинет, когда приходят. Кто копейками, кто гривнями, кто долларом. Судья понимал, что ему не отвертеться. И во время обысков пытался всячески покинуть кабинет. Это окно от этого свавиля, которое творилось, я хотел выкинуть, и я не блефую на этот час. Звучит меня физическую силу тягали по кабинету. Но после того, как в доме судьи нашли целые пакеты с деньгами, Зварича посадили на 10 лет. Освободился судья на 3 года раньше. И все это благодаря тому же закону Савченко. Вы въезднете с ИДИЛы? Кто и кто меня за питание зовут? Вы въезднете с ИДИЛы? На счастье нет. И после 7 лет за решеткой Зварич до сих пор считает себя невиновным. Вас ображает прозвище судья Калятник. Я будь-якому разу принимаю с детенства густочку, тем больше Калятник. Те деньги, которые мы нашли, конфискували. Там почти миллион долларов. Это прокурор Максим Якубовский. Именно в него Зварич врезался и падал во время обысков. Это, в принципе, игра как такая. Намагание там то спровоковать какую-то драку, то показать, что до него застосовывают физическую силу. И именно этот прокурор лично изучал все дело судьи Калятника. Вплоть до его психоанализа. Умный, хитрый, зная, что хочет, вважая себя набагато разумнейшим, чем те, с кем он спілкуется. Как говорит Максим Викторович, все рассказы Зварича о своей невиновности – настоящая чушь. На стадии досудового расследования, в принципе, все это было трошки по-иншему. На самом деле, во время следствия судья не только рассказывал, но и показывал, кому и куда заносил деньги. Была такая следственная дея, как оттворение обстановки и обставин подий. Когда мы его, я лично, разом с ним выезжал тут по Киеву, и он показывал, где он держал одну сумму грошей, другую сумму грошей, и куда потом в высшем административном суде он ее завозил. Люди, которым Зварич носил, то ли даже предупредили его об обыске. На этом видео видно, как Игорь Степанович рвет свой пиджак. Мол, посмотрите, здесь денег нет. Но этот спектакль был разыгран не просто так. Следователя искали в пиджаке совсем не деньги. И Зварич про это чудесно знал. Справа была не в пиджаку. Просто в пиджаку была невеличкая записка, которую он держал за несколько минут до нашей появы. Ему было важно эту записку снищить. В своих книгах судья Калядник дает рекомендации, как в судебной системе избежать коррупции. Я вижу, что суд в будущем, в октябре, в Украине, это Компьютерный суд. А то он залезяку будет плевать. Может, журналисты? Но, наверное, Зварич забыл, как его беглый коллега, судья Чернушенко, легко одурачил компьютер и вручную распределял судовые дела направо и налево. Возможно, часть этих книг Зварич придумал еще в больнице. Куда лег на пару дней сразу же после первого обыска, в надежде потом сбежать из страны. 2009 год. Уникум Слюсарчук совсем недавно установил рекорд по запоминанию огромных объемов информации. Одни Слюсарчук установил новый мировой рекорд. Запомнил 30 миллионов цифр. Они были напечатаны в столбик в 20 томах. Ученый утверждает, что знает алгоритм работы мозга, благодаря чему может легко оперировать большими объемами информации. Только представьте, этот человек мог запомнить 30 миллионов цифр. Так и прозвали его не иначе, как доктор Пи. Он говорил, что знает на память 22 тысячи книг. На сегодняшний день я памятаю 22 тысячи книг. И ловко обыгрывает в шахматы уникальную компьютерную программу «Рыбка», у которой не выиграл ни один чемпион мира. Им восхищается сам Кашпировский. Параллельно с яркими представлениями на публике Слюсарчук якобы лечил людей. Он провел не один десяток сверхсложных операций на мозге. Казалось бы, он на вершине успеха. Наконец, украинского феномена приглашают на встречу к самому Виктору Ющенко, где он на президентском уровне обсуждает создание своего долгожданного проекта Института мозга. Объемы сприйнятя, объемы манипуляции информацией вырастают в несколько десятков сотни раз от сегодняшнего результата. Если бы не эта людина, может быть, и моя сестра была и жива. Андрей Слюсарчук лечил ее сестру. Но в память ей врезалось странное поведение Слюсарчука. До лекарей он сказал не обратиться. Ни до каких лекарей не обратиться. По-перше, ему даже не было нужны никакие аналоги. Тогда Слюсарчук решил лечить рак желудка у больной дома. Я все-таки доктор медицины. Обошлось это чудо исцеления в десятки тысяч долларов. Продали и дом, и машину. Но вера в спасение женщины пропала вместе с ее последним вздохом. Уже в ней кровотеча страшная, пошла с рота. И забрали ее в мединститут, в реанимационное отделение, в яком она и померла. Биографией доктора сразу заинтересовались журналисты. Вот я ему ставлю, он говорит, я оперую, я там нейрохирург. Я его запитываю, где вы оперуете? Нема ответственности. Это Светлана Мартинец. Она раскопала, что все дипломы российских и украинских медицинских институтов у Слюсарчука леповые. В те годы, когда он вроде бы научился у Москвы на лекаре, насправдя он опановил профессию плитышника-штукатурника. Это наше казательское учебное учебное. СПТ-17, группа номер 8. Мы первые из украинских каналов, кто записал со Светланой интервью после освобождения доктора Пи. Я знаю, что этот так званый доктор Пи, так званый нейрохирург, что у него пункты в голове и он не зупинится. Раскрытием дела Слюсарчука она гордится до сих пор. Но она никак не ожидала, что отсидев только два года в тюрьме, он выйдет на волю. Это не просто безглуздя. Безглуздя это мягко сказано. Теперь журналистка боится за свою жизнь. В 2014-м плитышника-штукатурщика засудили к восьми годам тюрьмы. В СИЗУ Андрей Слюсарчук отсидел больше трех с половиной. То есть по закону Савченко все восемь. Звольнены не только какие-то простые злодюшки. Вип-вязни и представители организованной серьезной злочинности, которая остановит значительно больше небезопасности, чем простые крадеи на улице. И вот в рейс Слюсарчук вышел на свободу. Об этом сообщил его адвокат на своей странице в социальной сети. Наконец Слюсарчук на свободе. Неужели доктор Пис снова будет лечить людей? Или вновь калечить? За законом, за криминальным кодексом, избавить этого права можно лекарям. А если он не лекарь, то его не можно избавить права заниматься лековальной деятельностью. Мы пытались связаться со скандальным гением Слюсарчуком. Но ни он, ни его адвокат так и не дали нам комментариев. Чего не скажешь про этих милых людей. Сказали и заплатили. Пойдите, познимайте. Кто заплатил? Ну а что ты бегаешь безкоштовно? Так ведут себя адвокаты, которые защищают этих беззащитных молодых людей. Попси, почтите, пожалуйста, секундочку. Вы найдете комментарий? Не, не даем. Эти спортивные парни обвиняются в групповом убийстве фотографа Виталия Разводовского. Его зарезали пять лет назад в этом доме, куда парень приехал забирать технику, за которую заплатил наперед. Но вместе с деньгами здесь у Виталия забрали жизнь. Подозреваемый в убийстве Ярослав Полушкин вот уже четыре года находится в СИЗО. И уже совсем скоро может выйти на свободу. Мать Виталия еле сдерживает слезы. Даже фамилию Савченко слышать не хочет. А этих молодых парней называются участниками. СПИУЧАСНИКИ ЦЕГО СТРАШНОГО ЗЛОЧИНУ, ВОНИ НА ВОЛЮ. ВОНИ ДАЖА НЕ БУЛИ ВЗЯТИ ПІ СТРАЖУ. Их вину не доказано. Но они, как и защита, ведут себя достаточно странно. Ты молодый, но наглый, борзый и невоспитанный. Вам сказали, та сторона заплатила гроши, вы прибегли сюда. У вас есть такие данные? Ну, я думаю, что так. Вы скоштовно так не бегаете. Это наклеп, знаете? Нет, наклеп – это когда я напишу. 45 тысяч гривен. Именно востолько оценили жизнь фотографа Виталия Разводовского. Его родным не надо ни денег, ни извинений. Они требуют от суда срока для сверхопасных для общества людей. А какие покарания могут звучать, убивцы быть максимальны? Адвокаты, конечно, просят значительно меньше. Только два года. И им, возможно, удастся добиться своего. Отец Ярослава Полушкина, вот он, садится в машину с адвокатом. Угу, Материн. Затесни, ты. По нашим данным, работает в Министерстве обороны, служба разведки. А мы-то знаем, как умеют решать дела, силовые структуры и правоохранительные органы. Вместо того, чтобы выпускать под одну гребенку всех подряд, наши реформаторы должны усовершенствовать следствие. Ведь разве можно на самом деле копаться в досудебном разбирательстве пять лет и тягать человека из зала суда в изолятор? Даже на довечно увязненных тоже, как в лотерею играют, пишут колпотания, перераховать им термин. На что они рассчитывают, я не знаю, но даже в довечно засуженные тоже вертаются с соответственными колпотаниями до суда. Перераховать час отримания их под вартою, пока было досудовое следствие, пока шли суды. Сколько еще громких задержаний и освобождений в этом году мы увидим? Все это остается загадкой. Мы наверняка знаем только одно. Украинское правосудие становится все более гуманным к насильникам и убийцам. Все эти законы, украинские, они действуют на то, чтобы быть лояльным, по великому рахунку. То есть их основная мета – быть лояльным до засуденного, до затриманного. Это можно назвать стремлением страны приблизиться к европейским стандартам Уголовного кодекса. Но в том-то и проблема. В целом мире нет такой практики – давать свободу людям, которые вели себя как звери. Я проводил моніторинг законодательства. Я не знаю из нижней страны в мире, кто бы использовал такие нормы.